Привет! Как дела? Если главного героя, то бонусный балл дается только когда игрок назовет студию разработчика. Не издателя, а именно разработчика. После того, как все песни будут исполнены, победитель получает чувство превосходства над соперником и гордость за свой игровой кругозор. Тетя, тетя. Кицу пикнул нечаянно. Да, прости, чебупеля. Да просто у меня все время такое ощущение, что что-то это щекотит или ползает по ногам. Я такое чувствую опять, думаю, это, дернулся, а там кошка. Сорян. Изгоняется с позором читать Википедию, раздел игры. Если вы хотите, чтобы участник викторины изрек вашу плохую песню, то оставляйте ее в комментариях под роликом на сайте StopGame.ru. И перед тем, как мы начнем, ударьте по колокольчику и кнопки подписаться, чтобы не пропустить новую порцию кринжа. А сейчас приготовьте ваши ладони, лица и выкрики. Да как это можно не угадать? Потому что мы начинаем. Здравствуйте, зрители StopGame.ru. В эфире, блин, я начинаю одну передачу, а инстинктивно начинаю долбанный рефанд. Здравствуйте, зрители StopGame.ru. В эфире плохие песни, которые мы, видимо, будем рефандить или не рефандить. Вот это вот, которое говорит сейчас, это я, Иван Лоев. И против меня сегодня будет выступать человек, которого я представлю песни. Привет, Бэ-бэй. Привет, Бэ-бэй. Привет, Бэ-бэй. Привет, Бэ-бэй, где ты был. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, ну побеждай меня скорее, короче. Песни он не придумал. Мне кажется, именно на этом моменте, у всех зрителей, которых я позову смотреть это видео, мне так ожидают то, что, блин, какой же интеллектуальный ролик, наверное, ожидает. с интеллектуальным юмором я вот а я б.б. да я знаменит такими знаменитыми роликами я я делаю ролики по играм и иногда старым прошу в прошлом году по моему был на ретро реквесте были вангеры и они как-то так совпали с твоими видосами по вангерам и у нас просто половину трансляции люди спрашивали а вы решили стремить вангеров потому чтобы бэй про них вас начал рассказывать это кстати самая большая беда допустим я я что-нибудь скажу там выпущу ролик там по киранде и день появится по спорте радио это вы после б.б. да кто вообще непонятно ну да ладно тогда первый будет начинать у меня есть ультимативное предложение у меня есть кубики и чё-то не чё-то мы фигак со определяем кто играет первый надеюсь не для dnd у меня простые до 6 до кубики для dnd было бы сложнее гораздо они там скольки 9 или 12-гранные увлечение настольным вархаммером много-много лет назад блин классно тогда давайте кидай кубик так чё ничё давай не счет 2 так это значит я начинаю здравствуй купол в небесах здравствуй юность в рудниках пропадет моя руда вот бандиты у костра речки и леса как я попал сюда здесь никак в сырой тюрячки как в какой-нибудь тюрячки с маргиналами под боком жизнь попробую изучи для печали нет причин он полен я даже не знаю купол тюрячка не ну очевидно то что это первое готика это это именно да это да это первое готика это первый год с главным героем безымянным разработчик стоп разработчик это пиранье байт это пиранье байтс да ну окей это я не знаю потому что я в готику постольку поскольку играл я просто вообще не шарил мне просто интересно послушать песни и вообще что как будут угадывать из трех но за гг идет ноль когда я пел для квеста по лавкорту там все было в разы легче когда ты микро сидишь один поешь ты можешь ты можешь принципе 150 раз перепеть косякнуть а я все сперва запел потому что чем хуже тем лучше ну да ладно и тут написано какие песни перепеты а я тебе не не знаю я больше нечего лутить артефакты я собрал надо быстро уходить пока пулю не поймал разномастные зверьки и татуха на руке развеселые зрачки я шагаю на рентген деревне кордоны жилы массивы а звери я ухожу ухожу красиво но это на самом деле сперва ты не доплёшь что это за игра тут наверное надо как-нибудь а запутать сказать на самом-то деле эта песня с подвохом можем у кого же это было татуха на руке когда-то а на руке набита это чтоб не забыть но как бы потом было слово кордон а я знаю только игру одну игру в которой есть кордон и это stalker shadow в чернобыль в которой главный герой был стрелок и был разработчик джейси game world все верно абсолютно все правильно и опять же если бы ты эту песню спел не я мог бы еще запутаться потому что я в обозначении в названии stalker путаюсь только так те чернобыля чистое небо еще ладно когда еще зов припяти если им путался говорил чернобыля припяти было кстати я еще делал историю stalker до поэтому видимо это и здесь моя память меня просто нахер послала бы понятно первое у нас преимущество ангеров следующий я думаю и вот не такими уже простыми прокрастинация фэнтезийной польши корчмар давай еще партейку ведьмак про костина в средневековой польши фэнтезийный у меня почему-то гвинт ведьмак же не в польше больше альтернативная по сути об этом не говорится но вот именно об этом не говорится об этом не говорится поэтому это ничто сапковский это всячески отрицал но там много чего есть от польши там по большей части средневековая европа в принципе да и у меня только этот просто kingdom come delivery в голове про партейку чё-то там было значит а гвинт ну ведьмаке никогда не говорилось что он в польше поэтому это не может считаться ну посмотрим но типа это считается что по умолчанию что якобы в польше поэтому я к тому что это возможно верный ответ видимо я не столько заморачиваюсь в лоре просто за все две игры которые я прошел заморочится ты поймешь что это никакая нахрена не польши там всего по намешано в любом интересном фэнтезий это возможно вообще какая-нибудь старая игра но у меня в голове только этот kingdom come deliverance это и польша если что это чехия ну да они конечно рядом но путать и грешно тебе придушит любой поляк с другой стороны любой чех это ведьмак 3 да ты была права и главный а ну не не в данном случае у нас главный герой герой ты зрели а разработчики у нас сиди project red 3 3 я в ударе я так понимаю тут сделано все так же в принципе мы знаем эти и я думал это так не подтягивается просто в самой игре что-то не упоминается я думал значит не считается понятно видимо это что-то популярными масло было проще угадать то есть никто не угадает это будет грустно ну да я вижу кепку джотара и я вижу джорна пока что сталкера и ведьмака угадали да я сказала что гвинт но все-таки это ведьмак потому что я думаю гвинт наверно не считает как таковую игры просто но угадаем или не угадает наверно следующую игру ты тоже прекрасно знаешь она у нас о господи от 2 2 цветовое небо 2 цветовое море 2 цветовой корабль расскажет пиксель хантинг картинкой и текстом как очень не оранжево завершился рейс я помню что это делал лукас поуп который делал papers please и там корабль возвращался в порт return of the birding вообще прям идеально тут все правильно все просто герой а там зовут я не помню кстати а его звали инспектор но это думаю не сильно важно как бухгалтер только инспектор можно фальш-старт пожалуйста запотевшие тела пропитые мысли все плывет пред глазами это снова запой я просрал подзащитных в крови по колено что теперь надо делать возвращаюсь домой но теперь без ошибки бросаю нахрен бутылку и я теперь без таблеток прощать пустой мой чердак расправляю крылья свободы забуду про все законы и буду громко стрелять я вообще сейчас я я я даже примерно не могу понять что это я подумай я конечно подумал про макс пейна но он там никаких подзащитных не бросал подзащитные то если что и может быть тот кого защищает адвокат они по большей части они тут кого ты охраняешь и защищаешь защитный тот кого защищает судей обычно от как тут я не там есть некоторые слова бутылка подзащитные подзащитные запой это вас мой это но я просто так думает возможно что-то про алкоголика юриста скорее всего кто у нас алкоголик юрист феникс райт у нас не был алкоголиком возможно не совсем юрист и возможно не совсем юрист у нас вот я так я все игра делаю там каждый второй алкоголик что-то простирает я я вообще я и евразии тут я гониста обычно его образ приближен целевой аудитории это факт это как большинство гг и сикаев это старшеклассники хи 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 это хикика море и среднестатистические забитые пацаны японцы какие-нибудь ну да хрен узнает чё за игра и такой а песня 5 бутылка есть таблетки макс поймали таблетки макс поэтому макс пейнт 3 это макс пейнт 3 абсолютно да ладно да давай разработчика тогда ну он просрал всех кого он защищал в этой своей бразилии и собственно этого только я не очень помню третью часть нормально все вышел я значит называется за границей каких-то по которым я делал ролики все я тут бессилен астон а вот это же так жара и вольной поверхности проладу разрабатывали и rockstar я честно говоря не помню в этом именно третью часть rockstar просто издатель были или прямо разработчик изначально ее делали вам рэмиди те кто делали алана вейка макс пейнт 3 ладно я проиграл абсолютно ну а следующий вот следующий песню ты тоже не догадаешься абсолютно я тебе говорю это пустой офис помню я двери напишу читы в консоли и ведь ты заметишь заметишь окажусь я буду на один собою но ты вдруг но тут вдруг услышу почему ты выбрал этот стол из 1000 я сам не догадался честно говоря у меня есть одно предположение но я вот как в прошлый раз сейчас будут пытаться дать и до того как эта игра называлась и обзор делал и там я перепутал имя главного героя и то что это было стэнли пэр был я был прав сказал что типа это фамилия хотя я в нее не играл я знаю примерно о чем на я играл в другую игру от этого разработчика оказывается пэр был имеет какое-то слово типа там история про стэнли или баллад не пора балла стэнли короче да так это допустим имя разработчика ты помнишь они ими название студии которая разрабатывала не ими разработчика не надо им название студии то что если бы так звали разработчика я бы удивился как то какое тут название написано не помню вот студию не помню а студии у нас это интерактив фикшн антон антон ну что такое да катя наверно них интерактив фикшн антон а ясно тон антон ну что такое да катя наверно никто особо не запомнил название студии все помню только стали пара был да вот если бы они еще хоть что-нибудь поделали кроме стэнли пэр было и была бы какая-то у них типа но я помню разраб делал еще какую-то игру после этого чисто также на движке сорса там буквально два часа до проходил по разработку и все все время забывают название пройду на юг до озера потом чуток вдоль берега и у гриба гигантского на запад повернул на карте нету маркеров не сложно тут запутаться как доберусь до города дорогу уточню это но это очевидно если вдруг где-то написано то что там проблемы с отсутствием маркеров то скорее всего это у нас моровинт бтс до как звали там главного героя а как его назовешь так и вызвать реварин вообще-то его называли не реварин а также как полаутах назовешь это его по-любому но все его называют там жители убежища выходить из убежища буквально ну да но и но имени по факту нет но имя ты по факту ему сам даешь какое хочешь страны только один косяк я не понял про макс пейна ладно но в остальном там просто я все время смотрю ролики там сказано то что у меня это про про маркеры и про огромные грибы но вот кстати когда начали гавы этот мага вот в песне про макс пейна когда было про таблетки бухло и пушки у меня была мысль что макс пейн такой думал блять а кого он подзащитных то бросил я понял что в первой части там у него убивает жену во второй он дальше мстит и в третьей у него он бухает как ебанутый кого-то защищает за счет терминологии не всем бронаверно допустим бб подумал так же как я что подзащитные это связано с адвокатами обычно подзащитными именуют тех кого защищают суде я просто подумал что он кого-то защищает подзащитные что может быть подзащитные тоже также сказать судьба не суда а полиции что они их защищают как свидетелей вот там проигравший пойдет с позором читать википедию разделы игры я думаю ладно тогда теперь я стоп ночь подожди подожди не приходи стоп ночь подожди ведь выходят прыгуны стоп ночь подожди зажигаю ультрафиолетовые огни стоп ночь ты дай нлайт делаешь всегда из песни такое прям зачитан стихотворение надо у него да потому что я я пытался эти песни слушать я абсолютно не запомнил я не знаю и песни к моему огромному позору я вообще без понятия районный квартал он такие ну да но это точно дай нлайт так что да я я все это зачитываю как стихи как знаю эту игру я помню и что же это а это дай нлайт допустим а ты помнишь как звали главного героя кайл крайн и выпуска по игру тех но тех ланд это неважно они мало ли что они выпустят мало ли что они не выпустим то что угадал игру и назвали имя главного героя туда это абсолютно точно это абсолютно верно очки в твою пользу я очень надеюсь что они такие что дай нлайт 2 таки не перенесут но я во первых прекрасно знаю то что это очевидно вангеры но сейчас к своему огромному стыду я пытаюсь помнить название студии и я не помню я помню кранка да а название студии я не помню вообще я мне кажется я даже я не то что не помню я не узнавал как называется студия которая делала вангеров я в роликах ее называл из головы просто вылетела и все студия к д лапу нет что не знал я видим один подушить автора песни ну и он же 11 один раз просто на просто сказал и все к д лап господи название студии я мы сколько роликов смотрели я смотрел сам еще до реакции как я начал делать от булджатия по вангерам видосы и я даже не вспомнил все равно как называется фирму это студия вот и я просто хочу немного подушить автора песни припев же идет типа там что впадишь везет нюхель целый слот и в оригинальной песне омут или брод пропасть или взлет не разберешь да да и потом и не разберешь и так далее а тут типа из вот этих двух что-то или что-то что-то или что-то есть только одно я такой типа а чё а так сложно было что ли сочинить второй кусок и как бы я такой воксельный компот липкий или под крис по странный плод бербуратов рот скрогал наоборот куча вариантов присутствует чувак соблюдайте размер а было бы красиво так если бы там именно так же сделали что у нас омут или брод или в рот звучало именно так культурные люди тут не я спиздану хуйню так нас а у нас все скатывается всегда в одно и то же абсолютно от чего на пандоре пускаги шумят от чего мы радюры бордерлендс стреляют искатели от боевых роботов убегают ведь красавчик их все донимает бордерлендс 2 гирбокс а персонажей там дохренища так-то их всех называют искателями приключений понятно точнее эти один как она по-моему они или не приключения сокровища такое и я сразу говорю то что я я бы я просто сейчас акцентирую сравниваю с собой догадался бы я или нет я не догадался бы скорее всего потому что не проходил звучат ключевые слова пандора во всех песнях до искатели джек это лава так идеально конечно конечно ну на самом деле это бордерлендс 2 судя по джеку главное это имеется ввиду вход от наушников за ними гоняется вход от наушников на пандоре которая из аватара на пандоре которая с там же главного героя зовут джек джек так что в принципе то можно было еще ого-го как запутаться каков как бы к сожалению на пандоре аватаровской нету чё у нас там по главным героем главные герои у нас во второй части 0 мая вау я забыл кто у нас герои второй части 0 мая ролланд серёжа его friendly fire ой да 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 ну мех романка и крэйг точнее псих это уже дл сишны я одного забыл ну кроме zero и и все я забыл как звали сирену второй части она же такая милая была но я могу сказать то что их звали экстон экстон точно мая там был точно сальвадор и сальвадор но это же зерон гайка и крик да ну гайка и крик ролланд был первой части не в основной состав писал перепуталась шу-шуть ах как хочется вернуться ах как хочется ворваться в городок на эти улицы где школа и в больнице все закрыто здесь три тонны символизма в каждом встречном куча смыслов милый дом где рождение справляют а потом испепеляют всем двору айлин хилл сразу вот это хрен знает не скорее также название не угадаю но когда ты начал петь про городок я думаю господи это что урожайск с этим урожайском но мне кажется это скорее всего сайлент хилл 2 так подожди городок школа больница на куче символизмом это скорее всего это скорее всего это скорее всего у нас это сайлент хилл да это сайлент хилл да я в сайлент хилл ни разу своей жизни не играл никогда у меня куплены есть версии для playstation 2 для будущих роликов где-то они у меня лежат но так я в них еще ни разу и не погамал черт побери но все время когда я слышу как воде про городок и символизм кучу философского смысла то я всегда думаю то что это сайлент хилл а какая-то часть это первая часть 1 1 потому что там есть зло вещей культ который как раз занимался всяким всякими сжиганиями и видимо к этому я мог сказать то что это карвистер я бы не ошибся честно тебе не ошибь то что мы дни рождения есть и и все остальное дебы герой не угадал в я честный разработчик особо не помню капком не тот походу я сегодня после ролика пойду в википедию в раздел видеоигр чекать а это уже моя тема тут она все в стиле стиха типа перепета ford кузница зомбарь аптека форт канале 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 да не готов я тоже у меня в голове тоже канале капком капком это давил май край я просто с кем посрался кодзима 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 посрался кузница зомбарь аптека чуть протупил и на тот свет качай себя хоть четверть все будет так исхода нет умрешь начнешь опять сначала изгенерится все как встали форт клетки сундуки каналы аптека кузница зомбарь демон соус или dark souls одно из двух вот это уже до типичный какой-то геймплей с выживанием где есть зомби 2 очевидных выборах фразе пока ты качаешь типа кузнечное дело драугр качается да нет я думаю это все таки демон соус или dark souls узнаем и две очевидных выбора которые висят час передо мной это с дэйзи и project zomboid да но дэйзи она типа не генерируется она тебя на другое место статичной карты раскидывает project zomboid по моему чё-то он генерит поэтому у меня нету четкой уверенности не в том не в том варианте честно говоря роста это может еще запутывать да где допустим в ангерах там было прямым текстом терминологии я подсказывал что это вангер вот а тут может тебя запутать потому что по факту драгури это скандинавская разновидность зомбарей ну да но в skyrimi не гири не нири не регенится все заново после твоей смерти ну да поэтому не повторится все как встали значит что он будет все такими просто вот чем это как раз таки вот поэтому и похоже на соус игры потому что ты умер и но все восстановилось заново и по ты качайся не качайся потому что ты качаешься не качайся за первые зомбари если протупишь тебя все равно грохнут но я могу тебя по крайней мере успокоить и ответ на самом деле не то не то ну вообще не то и не то я мог бы сказать конечно то что это но это же очевидно ford кузница там но это нифига не очевидно вообще никуда не это вообще нифига не очевидно это у нас игра the cells adc точно я почему-то я почему-то под не подумал что они до цел сюда могут пихнуть она такого же типажа ну то есть она как соус лайк можно сказать аналогично потому что и карты рандомные просто да действительно в dc же она прям все как вновь потому что там еще и это комнатки карты немножко все-таки меняются местами тогда у нас сейчас осталось по последней песне и моя очень странная потому что она по тексту больше напоминает киша но это не киш надеюсь не кукла кукол дуна кукол дуна это прям штука которую надо умудриться сыграть на гитаре одна не боится больше другой дирижабль запитала тещи и мой третий прошел весь замок четвертый вообще уже обезьяна но пятый мой совсем не такой измученный черт взы старик пытать и ненавидеть его буду вечно а я заставлю его заставлю его страдать 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 а как намаялся я с тобой моя попытка номер пять а я заставлю я заставлю его страдать 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 о как намаялся я с тобой моя попытка номер два я по всему это пятая часть игры раз так выбрана попытка хз либо игра где там большая реиграбельность либо где персонажи умирают и становятся у тебя дают нового ну да я хз он просто пару раз сбился я поэтому слова не разобрал но мне все равно от этого не становится легче у меня этот рог юнайт в голове только я только ее помню что там умирает персонаж и тебе дают другого рыцаря и у тебя в замке потихонечку появляются эти картины с теми кто умер а не буду сейчас тройтесь от ручка сразу скажу то что это у игра у меня нет рта но я должен кричать абсолютно верно мне нет рта сейчас я пытаюсь вспомнить название этот самый ну героев как бы я прекрасно помню это у нас горестер бенни ним так и элен и ам а вот название разработчика я вспомнить не могу я может таким dreamers гилд вот точно короче это мнение тарта но я должен кричать все короче сейчас снова дальше стихотворный клуб клуб поэзии хонг и люфток моих сели хонг и вот грабли в воду летят хонг закрыты гаражные двери хонг меня в телевизор глядят со злобы глядят с очень большой злобой глядя с очень большой злобой глядя я вижу на эту странную игру потому что это в которой главный герой гусь а вот кто ее делал я отвечать не возьмусь а делала ее студия house house запомню буду знать кого я не знаю да ладно нет на самом деле не ненавижу они что-то сидел или кроме игры по я обожаю эту игру она клевая что нет и походы да 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 очень похода и старичина и симулятор козла они водит за это вроде не получили награду то ли дебют то ли еще что-то такое за самую первую игру так что наверно дать их сама первая игра счет у нас 10 10 абсолютная ничья нормально это дополнительно раунд или это типа мир дружба жвачка обнимашки это второе мир дружба жвачка обнимашки никто не пойдет в википедию со стыдом гугли тигры все от ли и все и никто в комментариях не назовет нас безграмотными не очень которые выиграть ничего не понимают ничего не разбираются а назвать-то назовут и мы там тоже в играх ничего не понимают вообще могут там только выйти играть кино сейчас популярные игры смогут только в доту там играть не бойся все в контур сидят всем журналистским составом редакторским ай-яй-яй этот сидит там блин обзоры с википедии ворует просто за так обязательно не забывайте писать свои тоже замечательные вариации песни а в частности лучше пишите что-нибудь про старый их про space invaders мастеруют что потом следующий кто будут данные рубрики все все знают какой интересно чтоб никто ничего не знал тогда тоже будет классно баланс да не на самом деле пишите да пишите про новое пишите про старое в данный момент актуальнее старое но в целом можно писать про новенькое это были сегодня плохие песни и не очень хорошие стихи были я иван лоев и я бери 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 я не могу я не мне никогда так не получается делать меня вечно вот последние пальцы они вот все потому что я ракообразная скорпион на самом деле не ракообразная здесь нас клешнями бред по самом деле прикольно я не знал даже я даже не знал я даже не знал что есть такая рубрика есть на самом деле спасибо за просмотр до скорой встречи пока субтитры сделал DimaTorzok